Я не хочу, чтобы вы расценивали свою веру только как лишь билет на небеса. Я хочу, чтобы вы шире смотрели на свою жизнь последователя Христа. Зная о множестве возможностей, а не только о пункте назначения в вечности. Мы начнем с первой главы Евангелия от Марка и мысли о том, что следование за Христом — это инвестиция. Ваше следование за Христом — это инвестиция. Ответьте на один вопрос. Казалось ли вам когда-нибудь, что вы накопили слишком много денег? Это вас раздражало? Не надо было этого делать, надо было тратить больше. Я слишком много накопил. У меня тоже никогда не было таких мыслей. Не думаю, что однажды вы будете разочарованы своим вкладом в Царство Божие. Я говорю не только о деньгах, но и о вашей жизни. Следование за Иисусом — это инвестиция вашей жизни. Евангелие от Марка, 1 глава, 17 стих. Здесь Иисус зовет своих первых учеников и говорит им, «Следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Скажите мне, какое обещание связано с приглашением следовать за Иисусом? «Следуйте за мной, а дальше что?» Здесь нет подвоха. «Я сделаю вас ловцами человеков». «Следуйте за мной, я сделаю вас ловцами человеков». Подозреваю, что многие из вас исповедовали веру в Иисуса. Вы произносили молитву покаяния, признавали его Господом. Каким бы термином вы не называли ваше рождение свыше, вы получили вход в Царство Бога. Еще один вопрос. Когда вас пригласили произнести эту молитву и посвятить свою жизнь служению Господу Иисусу, какое обещание было связано с этой молитвой? О каком результате вам говорили? Что с вами будет, если вы признаете Иисуса своим Господом? Какую пользу это вам принесет? Тоже вопрос без подвоха. «Пойдете на небеса? Избежите ада?» Ручаюсь, что вам говорили именно так. Кто из вас произносил молитву покаяния для того, чтобы стать ловцом человеков? Наверное, никто. Приглашая учеников последовать за ним, Иисус ничего не говорил о преимуществах вечности. Он сказал, «Я поменяю ваши ориентиры на земле». Ученики были рыбаками. Они ловили рыбу не ради отдыха. Они зарабатывали себе на жизнь. Они заботились о своих семьях. Это было их профессией. И Иисус приглашал их к другому, совершенно новому для них измерению жизни. Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Полагаю, что когда вы принимали решение следовать за Христом и принятие Иисуса как Господа своей жизни, Он приглашал вас к совершенно новой жизни, новым переживаниям, новым ориентирам в мире. Дело не только в новом пункте назначения вечности. Иисус приглашает вас по-новому взглянуть на свою жизнь на земле. Следование за Иисусом — это инвестиция в вашей жизни. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. А знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать, Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус по своей милости не посмеялся над ним. Помните, как пару недель назад к нам приезжал Кирк Кэмерон? Он напомнил нам о трех заповедях и рассказал, насколько небрежно мы к ним относимся. «Вы тоже чувствовали себя виновными, как и я?» Я подумал, «Господь, пусть он ограничится тремя заповедями. Мне уже неуютно». Услышав от Иисуса о заповедях, юноша ответил, «Я соблюдаю их всю жизнь». Иисус не рассмеялся, а сказал в ответ, «Одного тебе не достает. «Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за Мною». Творец всего только что пригласил юношу последовать за ним, а тот, услышав приглашение, опечалился и ушел. Как вы считаете, о чем в тот момент подумал юноша? «Я не хочу сидеть в лодке и смотреть, как ты идешь по воде. Не хочу идти на кладбище и смотреть, как ты зовешь Лазаря из гроба. Не хочу ходить с тобой по улицам Иерусалима и смотреть, как ты открываешь глаза слепым. Я инвестирую в другое и не могу позволить себе последовать за тобой». Он спасал. «Перед возможностью изменить всю свою жизнь». «Забудьте пока о вечности, это полностью изменило бы его жизнь на земле». Я неустанно говорю вам, что следование за Иисусом влечет за собой огромное вознаграждение и на земле, и в вечности. Мы ошибочно думаем, что следование за Христом имеет преимущество только тогда, когда наши дни под солнцем закончатся. А я считаю, что ваши дни под солнцем должны быть инвестицией в вечность. Это наша с вами привилегия. Мы не так часто об этом говорим. Как последователь Христа вы обретаете новую жизнь. Следование за Христом — это приглашение к совершенно новой жизни. Вы обретете новые приоритеты, новые цели, новые результаты, новые награды. Все это неотделимо от ваших отношений с Иисусом. Подумайте о том, что у вас не одна жизнь. У вас есть жизнь на земле, а также в вечности. Они нераздельны, но уникальны по своим характеристикам. Рамки вашей жизни на земле не будут рамками вашей жизни в вечности. То, что ограничивает вас на земле, не будет ограничивать вас в вечности. Так что у ваших жизней, жизни на земле и в вечности совершенно разные характеристики. Я знаю, что по телевизору говорят, у вас только одна жизнь. В этих словах есть доля правды, однако та жизнь, которую мы проживаем на земле, оказывает огромное влияние на жизнь, которая ждет нас впереди. И в первом послании Коринфянам 15 главе, в 19 стихе сказано так. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Если наша вера влияет только на эту жизнь, тогда мы несчастнее всех. У нашей веры есть надежда и на земле, и в вечности. А первое послание Тимофею, 4 глава, провозглашает. Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слишком много энергии своей веры мы тратим на просьбы к Богу сделать то, что нужно нам в этой жизни. Слишком мало усилий и времени мы уделяем жизни будущей. И сегодня я не говорю о чем-то новом, и не прошу вас на что-то подписаться. Под вашими стульями нет листовок, и мы ничего не рассылаем по почте. Мы не продвигаем какой-то проект, идею или необходимость. Я просто подчеркиваю, что то, как вы проводите свои дни, может быть связано с огромным вкладом в небеса. Откройте послание евреям, 5 главу, 7 стих. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Перед тем, как перевернуть страницу, рассмотрим эти слова еще раз. Здесь сказано «Иисус в одни плоти своей». Автор послания твердо знал о том, что у Иисуса была жизнь, кроме дней его плоти. Вы знаете, что это правда? Те, кто читал Библию, знают, что в первых главах книги Бытия Иисус принимал активное участие в сотворении. В Ветхом Завете есть много стихов о том, что Иисус участвовал в жизни человечества задолго до своего рождения в Вифлее. Мы знаем, что в первой главе книги Деяний Иисус покинул землю. Он вознесся на небеса, но он не перестал быть. Автор послания к евреям привлекает наше внимание к уникальному отрезку жизни Иисуса. Иисус в одни плоти своей. Дальше говорится о том, что он сделал. «Сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был». Мы рассмотрим два-три отрывка, рассказывающих о жизни Иисуса на земле. Я покажу вам, что Иисус получил пользу вечности от того, что он делал во время своей жизни на земле. Вы можете также... Откройте Евреям 12 главу. Всего одна страница. Здесь сказано, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Тут говорится о его положении вечности. Он положил начало нашей вере, и он тот, кто ее совершит. Который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрекши посоромления, и воссел одесную престола Божия. В одном этом стихе мы читаем о жизни Иисуса и на земле, и в вечности. Мы склонны думать, что это две разных, никак не связанных вещи. На самом деле они очень взаимосвязаны. Я призываю вас подумать о своей жизни на земле и вечности, поскольку они взаимосвязаны. Иисус – начальник и совершитель нашей веры. Мы должны помнить об этом. Который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест. Крест совершился на земле, на холме рядом с Иерусалимом. Иисус был распят и пригвожден к римскому кресту. Это была римская форма смертной казни, жестокая смерть. Он задохнулся до смерти, голодный, жаждущий, раздетый, перед всеми униженным. Он умер смертью преступника. Здесь сказано, что Иисус претерпел это ради предстоящей радости. Эта радость ждала его не на земле, потому что Иисус так и не был оправдан перед своими врагами. Он был распят. Первый священник Каиафа решил, что Иисус побежден. Но Иисус претерпел, и это очень важно. Если вы верите, что Бог вознаградит ваше смирение перед Ним, а ваше служение Ему на земле и в вечности, вы сможете претерпеть времена трудностей. Если вы не верите в свою награду, то во время гонений вы сложитесь, как дешевая палатка. Бог вознаградит вечность и ваше служение Ему на земле. Вот в чем сделка. Теперь откроем вторую главу филиппийцам. Здесь об Иисусе сказано. Он уничижил Себя Самого. Он пришел на эту землю, родился во плоти, чтобы стать одним из нас. И это называется «Он уничижил Себя». Звучит немного унизительно для нас с вами. Ведь так? Каков небесный взгляд на то, что Иисус пришел, чтобы стать одним из нас? Он уничижил Себя. Он облегся в костюм и с прахом, потому что мы сотворены из праха земного. Уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. «Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». «Посему» — это слово, которое суммирует все сказанное до этого. «Посему и Бог превознес его». Почему Бог его превознес? «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено — небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос — славу Бога Отца. Роль Иисуса на земле определила его роль в вечности. Он оставил силу, славу и престиж небес, чтобы стать одним из нас, чтобы в вечности быть подобным нам. Сегодня по правую руку Бога Отца выседает Сын Человеческий, Иисус Христос, за смирение и послушание. Бог вознаградил его на всю вечность. Почитание Бога своей жизнью принесет вам пользу. Вспомните молодого человека, о котором мы недавно читали. Он пришел к Иисусу, Иисус любил его и пригласил стать одним из учеников — «Следуй за Мною». Но молодой человек ответил — «Слишком неожиданное приглашение, слишком много нужно сделать, я так не могу, и с грустью ушел». Я не зачитал вам весь отрывок, где ученики спросили, «Господь, кто же тогда спасется, если не тот юноша?» «Мы знаем Его, Он лучший из лучших. Если Он к нам не присоединится, что нам тогда делать?» Мы можем пренебречь своими днями под солнцем, используя их ради своей корысти. Я могу потратить их на свои прихоти. Я могу потратить их на то, что я хочу, что я думаю, что я чувствую. Или смириться перед Господом. Я не призываю вас к служению полного времени, но куда бы ни привел нас Бог, в какие бы обстоятельства Он нас не поместил, мы или служим Господу, или пренебрегаем Его возможностями. Мы ошибочно смотрим на веру, как на билет на небеса, словно жизнь на земле — только наше дело. Мы лишь просим Бога дать нам сил справиться с проблемами. Я верю, что Бог поможет вам в трудностях, но я уверен, что величайшая радость в жизни — это смирить себя. Ради целей всемогущего Бога мы слишком легкомысленно играем с понятием покаяния. Нам кажется, что мы можем делать все, что угодно, жить так, как хочется. Можем принимать любые решения, а потом прийти к Богу и надменно сказать. «Ой, мне так жаль!» Я уверен, что покаяние — это очень мощный духовный инструмент. И также я верю, что посмеяться над Богом не удастся. Я не хочу терять Божьи возможности в своей жизни. Если Бог приглашает вас, отнеситесь к этому очень серьезно, как к чему-то священному, священному. Представьте, что Моисей прошел бы мимо горящего куста. И что было бы с нами сегодня? Задайте себе подобный вопрос. Шестая глава Евангелия от Матфея. «Иисус говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Здесь говорится о состоянии сердца. «Я могу увидеть ваше сердце, потому что вы ищете». Иисус говорит, «Если вы собираете себе сокровища на небесах, их ничто не сократит. Их не могут украсть или урезать, а ваша польза будет не сокращаться, а только возрастать». Иисус говорит, «Инвестируйте свое сердце в Царство Божие». Откройте первое послание Петра, первую главу. «По великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас». Какой чудесный стих. Здесь сказано о новом рождении. «Наше исповедание веры в Иисуса Христа и признание Его Господом нашей жизни отвращение от наших собственных путей и принятие Божьих путей влечет за собой наследие». Наследие вечности, которое никогда не уменьшится, разве не хорошая новость? Вы не заработали его, придя в правильную церковь, читая правильный перевод Библии или соблюдая свод правил. Это дар. Его получают по вере в Иисуса Христа. Разве это не прекрасная новость? Американские евангелисты проделали хорошую работу по распространению этой новости. Но, к сожалению, мы склонны ставить на этом точку. На этом этапе мы перестаем слушать, а это только лишь начало. Наследие дает вам право собирать себе сокровища на небесах. Однако мы зачастую упускаем этот момент. А теперь Евангелие от Матфея, 16 глава. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Здесь можно провести параллель с первым пришествием Иисуса. В первый раз Он пришел взять на Себя грех мира. Он придет во второй раз со всеми Своими ангелами во всей славе, чтобы вознаградить тех, кто служил Ему. «Я хочу быть в этой команде», а вы теперь откройте послание к евреям, 11 главу. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Вы помните эту историю? «Родители положили малыша Моисея в корзинку и пустили ее по реке. Дочь фараона нашла эту корзинку, и ребенка воспитывали во дворце фараона, словно он был сыном дочери фараона». Тут сказано, придя в возраст, Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой. Он выбрал другое. 25 стих. «И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». В этом предложении есть противопоставление. Наслаждение. Таким словом мы описываем удовольствие нашего естества. Удовольствие называется наслаждением. Противоположность этого слова — страдание. Здесь сказано, что Моисей решил страдать вместо того, чтобы наслаждаться. Мы читаем об этом в Библии и ведем себя так, будто это нормально, но я полагаю, что это очень необычный выбор. Моисей выбрал страдание вместо наслаждения. И напрашивается вопрос «почему?» Почему он это сделал? Ответ в следующем стихе. «И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Прочитайте внимательно. «И поношение Христова почел большим для себя богатством». Христос — слово, эквивалентное греческому «кристос», а также слово на иврите «маше», «мессия». Моисей счел поношение Христа большим богатством, чем сокровища Египта. Он смотрел на награду. Помните, когда вы впервые встретились с Моисеем в Библии? В какой момент он появляется в Библии, в книге Исход? Это было очень давно, задолго до того, как еврейский народ вошел в землю обетованную. Израиля как страны еще не было, Иерусалим еще не был столицей. Бог провел Моисея по небесной скинье, чтобы тот смог воссоздать ее в пустыне. Храм еще не был построен. В Израиле еще не было царей. Пророки, о которых вы читаете в Библии, еще не вышли на сцену истории человечества. Моисей жил раньше всех этих событий. Почему здесь сказано, что он выбрал страдания ради Христа? До рождения Иисуса еще несколько сотен лет. Он увидел что-то сквозь века. Он увидел впереди в истории человечества что-то, что стоит того, дабы смириться. Что-то, что принесет ему пользу вечности. Я бы сказал, что он мудро все рассчитал. В Новом Завете мы вновь видим Моисея на горе преображения. Он появляется рядом с Иисусом. В послании евреям об этом сказано. Моисей был верным в своем доме. Поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Он видел что-то вполне реальное. Когда юноша подошел к Иисусу, он не мог представить, что следование за Иисусом более ценно, чем то, что у него было. Я не критикую этого молодого человека. Он ведет себя так же, как и мы. Мы тоже боремся с мыслями, стоит ли следовать за Господом. Мой билет прокомпостирован, вход уже оплачен. Моя фотография уже есть в списке гостей. Зачем мне заходить настолько далеко, чтобы служить Господу? Потому что есть воздаяние, есть награда. Ну, пастор, вы говорите мне следовать за Господом, потому что у Бога что-то для меня есть. Да, вы правильно услышали. Порой мы словно становимся праведнее Бога. Мы читали, что Иисус претерпел крест, потому что был хорошим человеком, держал себя в руках. Нет, Он претерпел крест ради радости, которую видел перед Собою. Я закончил стихом из 14 главы Откровения. С него началось мое изучение этой темы. Книга Откровения — серьезная книга. Часть событий происходит на небесах. Часть на земле, и вам нужно быть внимательным. Во время чтения вы можете запутаться, где речь идет о земле, а где о небесах. В 4 главе речь о небесах. Тут сказано, 24 старца падают предсидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом. Это сцена из вечности, из будущей жизни вне времени. 24 человека очень достойно прожили свои жизни, потому что в вечности они были награждены тронами. Вы понимаете, надеюсь? Они сидят на тронах. Это символы царствования, силы и власти. Увидев живущего во веки веков, увидев Господа, они встают со своих тронов, падают перед ним ниц, снимают свои венцы и кидают их к ногам Господа. Они сочли все временное, что могло принести им власть, силу и богатство, ничем по сравнению с привилегией служить живущему во веки веков. Такое отношение принесло им трон и венец. Но они не дорожат ими так, как привилегия служить Господу. Следуйте за мной. Я сделаю вас ловцами человеков. У вас будет все, что нужно. Оставьте все и следуйте за мной. Это приглашение еще в силе. Если вы смотрите на свою веру, как на билет на небеса, вы теряете привилегию, а именно служить Господу. Бог вознаградит вас за служение Ему на земле. Следование за Христом не ограничит вашу жизнь, не ограничит ваши возможности. Возможности человека не идут вразрез с Богом, но сопутствуют служению Ему. Аминь. Полагаю, что когда вы принимали решение следовать за Христом и принять Иисуса как Господа своей жизни, Он приглашал вас к совершенно новой жизни, новым переживаниям. Аминь. Аминь. Обратите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Продолжение следует... Продолжение следует... Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Благодарим за вашу поддержку. Присоединяйтесь к нам, чтобы принести добрую весть Иисуса как можно большему количеству людей. Мы приглашаем вас стать партнером служения предназначения. В подарок мы вышлем вам книгу пастора Аллена Свобода от беспокойства. В этой книге вы узнаете, как можно избавиться от тревоги и страха, чтобы наслаждаться свободой во Иисусе Христе. Зайдите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране. Благодарим за вашу поддержку.